Всем привет! Снова с вами Евгений, канал Чаполинка Жизнь в Японии. Давно меня не было на ютубе, занят много дел, некоторые моменты меняются в жизни, поэтому был большой перерыв, большой, наверное, недели-полторы. Сегодня видео по просьбе Антонины относительно проекта Easy Travel, а именно рассказать вам про квартиры. Сейчас очень много студентов приезжает в Японию, как через проект Easy Travel, так и через другие проекты, так что надеюсь, что это видео поможет ответить на многие вопросы, которые появляются у студентов, связанные с жильем в Японии. Сегодня я расскажу про несколько видов, про квартиры, шейерхаусы, общежития, чтобы вам было понятно, как что работает и что нужно будет, что именно подходит для вас. Первый вариант – это квартиры. Квартиры подходят больше для тех, кто приезжает парами, для тех, кто приезжает с животными, потому что можно найти квартиры, где можно жить с животными, и для тех, кто бы хотел продолжать снимать это же жилье после того, как закончат обучение в языковой школе. Единственные проблемы с таким жильем, так это дороговизна. Опять же, отдельное жилье квартира стоит намного дороже, нежели шейерхаус или общежитие. Второе – не все японцы хотят сдавать свои квартиры иностранцам, опять же студентам. Студентам более такое особенное отношение не только в Японии, но и во всех других странах, потому что студенты – люди, которые нестабильные, очень часто меняют свои желания, предпочтения и имеют определенные финансовые трудности в жизни. Поэтому к студентам отношения особенные. И в этом случае в Японии, если даже вы найдете квартиру, некоторые заходят на такие порталы, как Сумо, к примеру, ищут квартиры и говорят, о, я нашел хорошую дешевую квартиру, хотел бы ее снять. Во-первых, на таких порталах очень много висят квартир-заманок. На самом деле они уже недоступны к аренде, но компании-риэлторы опубликуют свои такие варианты, чтобы заманить человека, чтобы он у них зарегистрировался, и после этого с ним работать, предлагать ему другие варианты. Второй пункт – это то, что для вас, как студента, человека, который ненадежный в каком-то плане, могут потребовать гаранта японца или же компанию, которая выступит гарантом. В этом случае вам нужно будет заплатить, опять же, этой компании гаранту или одну месячную стоимость за аренду, или за полмесяца. Опять же, в условиях финансового положения студентов это может быть довольно затратно. В-третьих, многие квартиры, которые сдаются в Японии, они пустые, без мебель, без ничего, и вам придется покупать это все или просто спать на полу. Тоже не очень хороший вариант. Есть варианты, где сдаются с мебелью, но это тоже немного дорогой вариант. Я считаю, для студентов, если вы едете один, лучше не рассматривать квартиру как жилье. Исключением, если у вас есть финансовые постоянные доходы, к примеру, фрилансеры, которые работают на удаленке, не знаю, ютуберы, у которых есть канал англоязычный какой-то, и у вас есть постоянный доход, у геймеров, к примеру, то в вашем случае, конечно, вы можете снимать квартиру, если финансы позволяют. Еще раз суммируясь, квартиры отдельные подходят студентам, у которых неограниченный бюджет. Также к квартире подходят семьям, к примеру, если едет пара, то вдвоем снимать жилье намного выгоднее. Во-первых, вы живете вместе, вам никто не мешает жить с семьей, парой, и вот эта вся нагрузка раскладывается на два человека. То есть, если два человека найдут подработку, то вам проще будет оплачивать данное жилье. Ну и третий вариант. Если вы едете с друзьями или вы уже нашли друзей, два-три человека, то, наверное, вам проще снять одну квартиру, там, одну комнатную, двухкомнатную, зависит от ваших пожеланий бюджета, и жить вместе. Опять же, нужно учитывать, что вам придется, скорее всего, покупать мебель, там, газовки какую-то, посуду. Все это тоже будет довольно затратно. Средняя стоимость таких маленьких бюджетных квартир в Японии около 68-70 тысяч, это если рядом со станцией, но, опять же, не в центре Токио. Чуть подальше от Токио в соседних префектурах, городах можно, конечно, найти подешевле 50-60 тысяч йен, но, опять же, не нужно рассчитывать, что вы там будете снимать там 100-150 квадратов. Будет это, наверное, что-то вроде там 40-50 квадратов квартирки, все зависит от состояния, возраста жилья и размера. Следующий вариант – это общежития. Плюсы такого жилья – это дешевизма. Дешевизма, короче, очень дешевые. Можно заранее забронировать, заплатить за несколько месяцев. Также некоторые общежития даже сдаются вместе с питанием, что очень удобно для студентов, тех, кто не любит готовить или возиться с едой. Ну и четвертое, четвертое, наверное, да, в моем пункте – можно завести друзей, особенно, когда вы приезжаете в Японию, в новую страну жизни в общежитии. Если вы там, не знаю, вам не 35, не 40 лет, и вы привыкли жить один, то даже в таком возрасте не нужно закрываться и искать любые моменты, где вы можете завести новых друзей, получать новую информацию. Ну и, конечно же, в общежитиях есть свои правила, ограничения, временные рамки, что с такого-то по такое-то время нельзя выходить, то есть нельзя там опоздна погулять и потом прийти в общежитие. В некоторых общежитиях также есть ограничения, нельзя приводить друзей, устраивать вечеринки, ну и все такое подобное, там с животными жить, шуметь. Поэтому, если вы готовы жить в определенных рамках, за это платить стоимость намного ниже за жилье, чем отдельная квартира, то советую снимать, конечно, общежитие. Особенно, когда вы приезжаете в Японию, в первое время лучше первые там 3-4-5 месяцев пожить в общежитии, понять, как устроена страна, поднять, какая есть недвижимость, за какую стоимость, и только потом уже искать себе отдельную квартиру, если вам позволяют финансы. Стоимость общежитий зависит от локации. Если мы говорим о Токио, то стоимость может около 50, от 50 до 70 тысяч варьироваться. Если за пределами Токио, в соседних префектурах, то от 30 до 50 тысяч иен. Ну и третий вариант, это шейр-хаусы. Кто не знает, это вы снимаете квартиру, к примеру, в многоквартирном доме. В этом случае у вас есть отдельная своя комната, где лежат только ваши вещи, закрывается на ключ. Такие пространства общие, как кухня, там, не знаю, ливинг, просто зал, где стоит телевизор, ванна, туалет, вы пользуетесь совместно с другими жильцами. Есть шейр-хаусы, где живут только иностранцы, там могут быть правила немного строже, возможно. Есть, где, возможно, вы будете жить вместе с японцами, и в этом плане хороший способ попрактиковать свой разговорный язык. Также может повезти, что вы будете снимать комнату вместе с другими людьми и хорошими, с которыми можно разделить досуг. Я знаю знакомые, которые жили в шейр-хаусе, им повезло, они жили с японцами, и японцы им готовили, делали ужин, то есть они просто скидывались на продукт, и это было очень удобно. Также плюсы шейр-хаус в том, что там уже есть мебель, вся кухонная посуда, микроволновки, газовки, стиралки, то есть все есть, вам не нужно дополнительно ничего не покупать. Приехал и начал жить, очень удобно. Минусы шейр-хауса, опять же, то, что вы арендуете помещение, и вам нужно будет использовать туалет, ванну и кухню вместе с другими людьми, что-то вроде коммуналки. Кто-то с этим нормально сживается, кому-то для кого-то это большие трудности, поэтому здесь нужно будет решиться. Опять же, шейр-хаусы, которые находятся рядом со станциями, популярными крупными станциями, они довольно дорогие, и иногда дороже даже, чем снимать отдельное свое жилье. Поэтому, если вы ищете бюджетные дешевые шейр-хаусы, то рассчитывайте, что они будут относительно далеко от станции. В Токио в среднем шейр-хаусы стоят от 50-70 тысяч йен. Если далеко от станции, то шейр-хаусы стоят 35-60 тысяч йен. Ну а в соседних префектурах шейр-хаусы на 5-10, даже 15% дешевле, чем в Токио. Ну вот так вот, сегодня рассказал коротко вам про жилье, какие есть варианты, сколько они стоят. Поэтому для студентов эта информация будет полезна, для всех тех, кто планирует приезжать в Японию. В частности, студентов, мой личный совет, не особо ориентируйтесь на отдельное жилье, если у вас маленький бюджет, потому что, во-первых, найти хороший вариант будет очень сложно, во-вторых, от вас потребуется, скорее всего, гарант, японец, если у вас нет возможности оплатить деньги, чтобы какая-то компания выступила гарантом. И в этом случае, конечно, отдельное жилье не ваш вариант. Если у вас большой бюджет, вы готовы заплатить несколько депозитов, вы готовы заплатить компанию, которая выступит гарантом, то в этом плане, конечно, квартира это то, что подходит вам. Никаких правил, можете там по дешевке купить мебель из Икеи, даже на определенных сайтах, там, Сайнара Сейл, где продают или отдают просто даром старую мебель и в этом плане замебелировать свою квартиру. Ну все, на сегодня все. Пишите в комментариях, какие у вас есть вопросы. И увидимся с вами в следующем видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok